Привет, спортсмены! Привет, спортсмены! За 8 дней они сыграли по трем программам – «Молниеносный», «Быстрый» и «Основной». Как рассказал их тренер Олег Васенькин, мальчики приложили немало усилий для достижения положительного результата и получили огромный опыт шашечных сражений на самом высоком уровне, который обязательно повлияет на них в дальнейшем спортивно-интеллектуальном развитии. В «Быстрой» программе Михаил Ковалев занял 18-е место из 53-х, в «Основной» программе у Максима Костюкова – 16-е место, в «Молниеносной» программе у Михаила Камчатного – 17-е место среди 42-х спортсменов. 30 марта в Сыктывкаре постартовали всероссийские соревнования по лыжным гонкам на призы заслуженного мастера спорта Раисы Сметаниной, чей Сарова защищали спаспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Атом». За два дня саровский лыжник Ян Маркин заработал две медали, стал победителем в гонке с свободным стилем на дистанции 7,5 километров и серебряным призером в спринте с свободным стилем. 31 марта в центре лыжного спорта «Малиновка» прошел второй соревновательный день чемпионата России по лыжным гонкам. Спортсмены состязались в киатлоне на 15-30 километров. На старт вышли три саровских спортсмена. Среди женщин уверенную победу одержала Анастасия Седова. Она от ближайшей соперницы оторвалась на почти 19 секунд. Еще одна выпускница саровской лыжной школы Ольга Хлопотина пришла на финиш 15-й. Среди мужчин гонку выиграл москвич Алексей Червоточкин. И у нашего Артема Мальцева шестой результат. 2 апреля российские лыжники разыграли в Архангельской области медали чемпионата страны в гонках с свободным стилем. У женщин в гонке на 10 километров Анастасия Седова завоевала бронзовую медаль. 31 марта в Дзержинске прошли соревнования по тяжелой атлетике. В первенстве Нижегородской области среди юношек и девушек честь Сарова защищала команда подросткового клуба Греция. Центр внешкольной работы. Михаил Емельянов выиграл первое место и выполнил третий спортивный разряд. Евгений Галишников и Алексей Забродин стали вторыми. Анастасия Шевлягина завоевала третье место. Михаил Базаркин поднялся на третью ступень педестала и выполнил третий спортивный разряд. И в продолжении темы. 21 апреля в 10 утра в здании бассейна «Дельфин» пройдет традиционный ежегодный турнир по становой тяге памяти мастера спорта СССР Заня Фавалеева. Подать заявки можно по телефону 8 920 03 23 395 со 2 по 20 апреля. 30 марта в Саранске состоялся турнир по настольному теннису. В нем приняли участие более 100 спортсменов Республики Мордовия и Нижегородской области. В том числе юные саровчане – воспитанники сепции настольного тенниса Центра внешкольной работы. В своих возрастных категориях Глеб Шаплин и Александр Макаров заняли третьи места. Вадим Лебедев стал победителем. Тренирует спортсменов Ольга Федоркина. Подопечный Максима Самойлова и Владимира Тугушева Степан Даняев выиграл серебряную медаль в упражнении 60 выстрелов лежа в рамках всероссийского турнира, который прошел в Казани в конце марта. 29 марта в центре бадминтона Казани прошли всероссийские юниорские и юношеские рейтинговые соревнования по бадминтону «Крылатый Зелат». Всего в четырех возрастных группах было разыграно 20 комплектов наград. Наш город и Нижегородская область представляли обучающиеся молодежного центра Арсений и Павел Кудашкины. В итоге Павел Кудашкин занял первое место в смешанном парном разряде и третье место в мужской паре. В конце марта в Навашине завершились открытые Нижегородские областные соревнования по хоккею среди мальчиков 2010-2011 годов рождения. Лига Юг. Команда «Дюш Саров» под руководством Сергея Клюбакина успешно представила наш город на турнире. Юные хоккеисты вошли в финал, где встретились с Розамасским молотом. В упорной борьбе сравчане уступили сопернику со счетом 7-10, завоевав серебряные медали. 30 марта завершился третий этап зональных соревнований первенства ПФО по хоккею среди юношей 2007 года рождения. По ходу турнира саровские хоккеисты сродились с соперниками из ВИКСы, Заволжья, Саранска, Балахова в Саратовской области и Кузнецко-Пензенской области. Подопечные Александра Демарина показали первоклассную игру и завоевали серебряные медали. 30 марта ХК «Саров Инвест» провел повторный матч в серии игр за третье место чемпионата Нижегородской области по хоккею в высшей лиге. Соперник у наших спортсменов был более чем сильный чемпион прошлого года «Уран» из Держинска. За последним матчем этого сезона наблюдала Ирина Башегородцева. В первом периоде гости захватили инициативу в свои руки и отправили в наши ворота сразу три шайбы. Во втором игровом отрезке саровчане сравняли счет. Но буквально за пару минут до конца периода за воротами хозяев поля вновь загорелся красный свет. Третий период показал, что Держинский «Уран» настроен только на победу. Гости забили саровчанам еще два гола. Отыграться нашим спортсменам не удалось. Встреча закончилась со счетом 4-6. По итогам турнира хоккейный клуб «Саров Инвест» занял четвертую строчку турнирной таблицы. Как показали все игры, не только плей-офф, но и чемпионаты, что в среднем где-то 5-6 команд трудительно равны, с которыми можно играть, с которыми интересно играть. Где-то люди побольше поиграли, где-то опыта побольше, где-то физически. Нам немножко не хватило, но как бы неплохой сезон. В прошлом сезоне команда «Уран» из Держинска стала победителем турнира Высшей хоккейной лиги Нижегородской области. А в этом году спортсменам удалось занять лишь третье место. По мнению спортсменов, в этом сезоне за победу в чемпионате боролось 8 сильных команд, каждая из которых могла претендовать на первое место. Слава богу, выиграли. Были, конечно, особенно во втором периоде, были моменты, когда уже такая нервная игра пошла, но это все равно финал. Финал, хотя и за третье место, за бронзу, но за медаль. Даже где-то лучше выиграть бронзу, чем в финале выиграть серебро. Поэтому это всегда более радостно. Уже не первый год саровчане поддерживают любимую команду. Многие болельщики стараются не пропускать ни одной домашней игры. По их мнению, этот сезон для хоккейного клуба «Саров Инвест» выдался удачно. На этих ребят стал ходить. В прошлом году они меня рассодорили. Многие ребята, так сказать, повысили свой уровень мастерства. Это вообще отлично. Я за некоторых очень рад на самом деле. В целом сезон великолепный. И хотелось бы, чтобы все-таки вот этой команде, администрации города, и вообще в ней обратили внимание. Именно этой команде. Молодцы. Мы не ожидали этого. Первый раз, потому что первый раз играем в высшей лиге по области. Победителем чемпионата высшей хоккейной лиги Нижегородской области стал ХК «Старт» из Таншаева. Второе место у хоккейного клуба «Кстова». Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Первенство России по рукопашному УЭ прошло в Волгограде с 25 по 30 марта. На нем собрались более тысячи спортсменов в возрасте от 14 до 21 года. Андрей Малыгин отлично представил «Саров» и завоевал серебро в своей весовой категории. Все подробности в нашем следующем репортаже. Чтобы попасть на всероссийские соревнования по рукопашному бою, Андрею Малыгину предстояло пройти несколько этапов отбора. Сначала он показал отличный результат на областных соревнованиях в Нижнем Новгороде. После – на первенстве России в Уфе, где выполнил разряд кандидата в мастера спорта. Соревнования проводились около четырех дней. Наш год, 16-17, в который мы как раз перешел только что, мы выступали в самый последний день соревнований, у нас были самые последние бои. В своей возрастной категории молодой человек встретился с пятью борцами. Справиться с четырьмя соперниками Андрею удалось легко. А вот последнему он уступил в схватке. По итогам турнира в весовой категории свыше 75 килограммов Андрей занял второе место. Этому парню я проигрываю второй раз. Он двухкратный чемпион мира. В том году я проиграл в Ростове, тоже на чемпионате России, тоже в финале. Соперники были все достойные, очень сильные. То есть было интересно, было интересно побороться с ними. Во всероссийском турнире по рукопашному бою приняло участие более тысячи спортсменов из 55 регионов страны. Наш город на соревнованиях представили два борца. Ребят подготовил тренер спортивной школы ИКАР Валерий Трубин. Достижения все способствуют тому, чтобы занимаются они, чтобы достичь каких-то успехов. Поэтому и отбор шел сейчас очень жесткий, конечно. Сейчас в Волгограде был жесткий отбор. В мае Андрей Малыгин отправится защищать честь нашей страны на первенство Евразии по рукопашному бою. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Такой была эта спортивная неделя в Сарове, состоящая из побед и поражений. Успехов и неудач. Хотите быть в курсе всех наших новостей? Первым узнавать самую актуальную информацию или быть героем наших сюжетов и программ? Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук и Одноклассники. Всем побед! Пока!